На фельдшеров и водителей скорой из Златоуста завели дела о фейковых новостях после видеообращения. Сотрудники медучреждения просили разобраться с невыплатой президентских надбавок за ковидных больных. Хотим сообщить вам, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса многие фельдшера и водители скорой помощи не получили. На наши жалобы Минздрав Челябинской области получили отрицательные ответы. Поводом для разбирательства стал этот ролик. Напомним, работники возмутились несправедливым отношением к их труду. Ролик опубликовала правозащитная организация «Гражданский патруль». После этого главврач станции скорой помощи Руслан Хазиев опроверг слова медицинских работников и заявил, что по данному факту будет проводиться тщательная проверка. По его словам, доплаты были произведены в полном объеме по федеральным и региональным программам. А некоторые из присутствующих на видео вообще не являлись работниками учреждения. И вот в отношении медиков возбудили 7 административных дел по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Две машины столкнулись в Челябинске. Авария произошла на пересечении улиц Свободы и Евтеева. Участниками ДТП стали мужчина и женщина. Как говорит первый водитель, он ехал на зеленый, когда в него влетела автоледи. Якобы она поспешила и не заметила его из-за другой машины. Пострадавших нет. А на улице Молодогвардейцев у дома 40. Дорогу не поделили ВАЗ 15-й модели и Форд. Известно, иномаркой управляла 31-летняя женщина. А отечественным авто 23-летний парень. Никто не пострадал. Пьяный водитель едва не погиб, катаясь на этой самодельной машине. Травмы получил его пассажир. ДТП случилось вечером в Увельском районе. Машина, которую пострадавший сделал сам, съехала в кювет и перевернулась. По данным ГАИ, 26-летний водитель был не трезв и не имел водительских прав. Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Пассажиру назначено амбулаторное лечение.